17 письмо к Олимпиаде Ничего странного и неестественного не случилось с твоим благочестием. Напротив, вполне естественно, и так и следовало быть, что силы души стали у тебя крепче вследствие непрерывно следующих друг за другом испытаний, и ты приобрела больше рвения и силы к состязаниям. А отсюда и большое удовольствие. Такова уж природа страдания. Когда оно нападает на душу благородной и полной силы, оно обыкновенно производит это. И подобно тому, как огонь делает золото более чистым, когда соединится с ним, так и страдания, нападая на золотые души, делает их более чистыми и испытанными. Поэтому и Павел говорит, от скорби происходит терпение. Терпение, от терпения же опытность, Риминам 5.3. Поэтому и мы ликуем и радуемся, и от такого твоего мужества получаем величайшее утешение в этом одиночестве. Поэтому хотя бы окружили тебя бесчисленные волки и многие толпы злобствующих, мы нисколько не боимся, но молимся, чтобы исчезли настоящие испытания, и другие не приключились, исполняя Господень закон, повелевающий молиться о том, чтобы не войти в искушение. Если же попущено будет им снова случиться, то мы спокойны за твою золотую душу, которая собирает себе и отсюда величайшее богатство. Чем в самом деле будут в состоянии испугать тебя те, кто отваживается на все, на свою же голову, убытком имущества? Но я хорошо знаю, что это для тебя пепел и считается ничтоженней всякой грязи, изгнанием из отечества и дома. Но ты умеешь и в больших, и многолюдных городах жить, как бы в пустынях, все время будучи преданной тишине и спокойствии, и поправши житейскую мишуру. Они угрожают смертию. Но ты и в этом предупредила их, так как в продолжении всего времени заботилась об этом. Если они повлекут тебя на убиение, то повлекут на него мертвое тело. Зачем нужно много говорить? Никто не будет в состоянии сделать тебе ничего такого, чего бы он не нашел давно уже, в совершенстве перенесенных тобою. Потому что во всем этом ты наупражнялась, всегда идя тесным и узким путем. Научившись в таких упражнениях этому прекраснейшему знанию, ты явилась блистательной теперь во время состязаний, не только нисколько не смущаясь случающимся, но и окрыляясь радостью, ликуя и торжествуя. Чему приучилась ты путем упражнения, состязаниями в том, и занимаешься ты теперь с большой легкостью, в женском теле более слабым, чем паутины, с большим смехом попирая бешенство мужей, полных сил и точащих на тебя зубы, и будучи готовы претерпеть больше, чем они готовят. Блажен это и трижды блажен ради проистекающих отсюда венцов, а вернее и ради самых состязаний. А такова природа этих состязаний, что они и прежде наград на самых местах для них назначенных, имеют и вознаграждение, и воздаяние, и удовольствие, которым ты теперь наслаждаешься. Радость, мужество, твердость, терпение, равно как и то, что ты непреодолима, непокорима. Выше всего, что ты так обучила себя упражнениями, что не можешь потерпеть ни от кого ничего ужасного, что ты в такие бури стоишь на скале и в бушующем море носишься при попутном ветре с полным спокойствием. Таковы награды за мучения в здешней жизни и прежде Царства Небесного. Я знаю, да, знаю, что теперь ты, окрыляемая радостью, даже не думаешь, что облечена телом, но если потребует время, совлечешь его с себя легче, чем другие одежды, в которые они одеты. И так радуйся, и веселись и за себя, и за тех, которые умерли блаженной смертью, не на ложе и не в доме, а в темницах, узах и муках. Скорби же и проливай слезы только за тех, кто делает это, потому что это достойно твоего любомудрия. А так как ты знаешь, желаешь знать и о здоровье нашего тела, то знаешь, что мы освободились от недуга, который раньше несколько беспокоил нас, и теперь чувствуем себя легче, если только наступившая зима опять не причинит вреда нашему слабому желудку. Относительно и саврян мы находимся в полной безопасности.